В Якутск прибыли японские документалисты. Они снимают эпизод для документального фильма о зарождении человечества. В этом им помогают и консультируют якутские режиссёры, продолжит Евгения Андросова. На съёмочной площадке японских документалистов режиссёр национальной вещательной компании САХА. На плечах Радомира Томского съёмка с воздуха. Эпизоды, снятые с квадрокоптера, покажут огромные территории нашего региона. По задумке японского режиссёра Кодзи Исумото, древние якуты осваивают бескрайнюю территорию республики. Подготовка к съёмкам началась ещё осенью прошлого года. С якутскими актёрами работать очень легко и приятно. Вначале мы планировали снимать в Японии, но решили всё-таки в Якутии, так как у вас красивые пейзажи и колоритные люди. Подбор актёров проходил через интернет. Прокопий Наговицын – кинорежиссёр и руководитель школьной экспедиции, которая ищет мамонтовые кости. На площадке он является консультантом. Знания мамонтовой фауны и кинокухни делают его незаменимым для японцев. Я консультирую и места показываю. И свои фильмы показывал. У меня такие зимние кадры, сюжеты были. Ну и им понравилось. И вот приехали. И за зиму я искал артистов, актёров, много фотографий отправлял. Актёры колоритные. Для Иннокентия Макарова, трёхкратного чемпиона Игоря Дегина, это дебют в кино. Фильм документальный, поэтому игровых моментов мало. Старик, охотник. Ну, где-то каменный век, мамонтовая фауна. Ну, они охотятся с места на место, переходят же и находят новое стойбище. Название ленты, дополнительные площадки для съёмок, даже выход в прокат японцы не раскрывают. Известно лишь одно – фильм о зарождении человечества, где особое место уделено Якутии. Евгения Антросова, Павел Пахомов, Якутск.